Всем привет! Я наконец-то дома в Черногории. Давайте я вам включу горы. О, так красиво! Так, сегодня у нас такая тема, я уже не раз об этом рассказывал, но вы спрашиваете снова и снова, поэтому я решил записать новое видео, как сделать у нас заказ, как заказать камень или изделие. Давайте я вкратце расскажу, потом расскажу уже подробнее и обсудим тут наиболее часто задаваемые вопросы. Мне очень так удобно, я человеку раз скидываю видео, даже если он не смотрел, он смотрит и все понятно становится. Так, сначала, коротко. Чтобы заказать у меня камень или изделие с камнем, нужно мне написать в WhatsApp. Пожалуйста, пишите именно в WhatsApp, потому что часто пишут в Telegram меня находят по тому же номеру или пишут мне в Instagram. Я потом теряюсь, то есть я забываю, где конкретно я с вами общался. Еще бывают особенно ловкие товарищи, сначала мне пишут в Instagram, мы там что-то обсуждаем, потом в Telegram, потом в WhatsApp, потом еще ВКонтакте. Это, пожалуйста, не надо. У нас сотни заказов в работе, я сейчас, как сейчас, где-то в середине лета у нас был в этом году тысячный заказ. В этом году тысячный, то есть, да, понимаете, объем примерно, поэтому я даже примерно не могу понять, кто это, о чем мы с ним говорили и вообще, что происходит. Так вот, WhatsApp, номер моего WhatsApp, вот тут под видео, да, плюс 66816531420. Это мой тайский номер, он уже у меня лет 15, наверное, точно. Там отвечаю, в основном я иногда, когда я прям сильно занят, куда-то уезжаю, отвечают мои помощники. Но 99% ответов я там допишу и диктую голосовые. Далее, мы оформляем, с вами обсуждаем какое-то техзадание. То есть, например, я хочу какой-то зеленый камень, у меня есть 5000 долларов, поехали. Или там, я хочу не знаю что, для мужчины перстень, но главное, чтобы не розовый. Тоже этого достаточно, все, уже можно работать. Бывает, что пишут, вообще не знаю, что хочу, что вы посоветуете. Советую, конечно же. Следующий момент. Дальше. Обсудили, что конкретно нужно. Беру предоплату, обязательно. Предоплата от 500 долларов до 30% от стоимости камни зависит от многих моментов. Это сейчас подробно будем ниже с вами обсуждать. Далее. Получил от вас предоплату, начинаем поиск. Смотрите, что по поиску. Как это выглядит вообще, да? То есть, у меня есть список задач. Вот я, например, скоро лечу опять в Танзанию, дальше там еду еще по Африке. У меня уже конкретно есть большой список задач по предоплате. Да, то есть, люди уже заплатили мне деньги. Я по их заказам буду уже искать. Я нахожу камень, снимаю видео. Стараюсь снять при нормальном освещении. То есть, я никогда категорически не снимаю при каком-то специальном. То есть, есть специальные лапы ювелирные, да, которые магазинные. Которые любой камень высветят так, чтобы можно там в обморок от счастья упасть. Вот я стараюсь снимать исключительно только на улице. Совсем. Вообще. То есть, я считаю, это наиболее справедливый вариант. Я снимаю фото-видео под ваш заказ. А вы говорите там, нет, не нравится. Давай посмотрим что-то посветлее. Там, допустим, снимаю дальше. Давай потемнее что-нибудь найдем. Снимаем дальше. Ищу дальше. Снимаю, снимаю, скидываю. И, собственно, мы приходим к какому-то варианту. Вы пишите, да, все, мне нравится, выкупай. Я за свои деньги выкупаю. За свои, да. С момента выкупа мы начинаем уже, я с него снимаю размеры. Там до доли миллиметров, микрометром специальным, да, ювелирным. Начинаем делать сертификат на него. И одновременно, чтобы не терять время, мы начинаем под него рисовать какие-то эскизы. Это все обсуждаемо, это творческий процесс, можно все менять, поправлять, изменять, передумывать. Это вообще не проблема. Далее. Сделали изделие, доставку делаем. Сделали доставку, с сертификатом, конечно же. Сделали доставку, вы получаете и только тогда отдаете деньги. То есть здесь получается, что вы рискуете от 500 долларов до 30% стоимости. Ну, тут уже на доверии. Я рискую большей суммой, потому что, по сути, ведь вы можете получить кольцо и исчезнуть, да. Так же я могу исчезнуть. Ну, здесь вот это каждый решает сам для себя. Доверяйте, не доверяйте. Так. Если вкратце, то все. Давайте теперь идем по порядку. Так, первое. Прямо вопросы, которые вы часто задаете, да, мне. Первое. Покажите, что есть в наличии. В наличии, ребята, у меня практически никогда ничего нету. За редким исключением. Я бывает, что когда вижу, ну, какой-то прям совсем супер-мега-уникальный камень, я его покупаю, и я до последнего всегда борюсь со своей жадностью, оставить ли я его вообще себе или продавать его. И как бы вот так вот у меня обычно. Но это очень редко бывает. Почему я не покупаю камни на продажу? Потому что, смотрите, я, например, купил квадратный изумруд 5 карат, а вы хотите овальный 8. У меня этот лежит, мне как бы его хочется сбыть, я начинаю вам его навязывать. Ну, потому что мне как-то надо его продать кому-то. Или, например, у меня изумруд квадратный, зеленый, естественно, да, а вам нужен рубин. Я вынужден буду вам объяснять что-то типа, слушай, рубин это фигня, давай лучше вот купи хороший изумруд. Этим занимается большинство продавцов. Мне это очень сильно не нравится. Мне именно нравится вот процесс поиска самого, да. Поэтому я стараюсь уже конкретно искать по предоплате, под заказ. Почему нет украшений готовых на продажу? По той же самой причине. Несколько раз пытался запускать какие-то вот, делать то, что мне нравится, продавать, да. Это дело вкуса. Мне хочется, чтобы человек был доволен на 100%. А часто бывает такое, что, ну, вот у вас золото-желто, я бы купил бы из белого. У вас камень синий, а мне нравится зеленый. А все остальное прям вот отлично. Вот был бы у вас камень зеленый, я бы купил бы. Ну, то есть я люблю именно процесс. Мы с человеком обсуждаем, а творчество, да, это прям круто. А штамповать на потоке, готовые изделия, выкладывать, продавать, честно, никогда не было моей целью, мечтой вообще совсем. Так, с этим разобрались. Следующий момент. Как правильно сформулировать? А, еще, очень часто вы мне пытаетесь звонить. Все думают, что сейчас я позвоню, мы с ним обсудим заказ. Вот мне рассказывают свои вкусы, что им нравится, что они хотели бы сделать, в каком стиле. Ребята, у меня еще раз в работе сотни заказов. Сотни. И я не могу запомнить категорически ничего. Я поэтому против звонков. Я даже, вы, конечно, извините меня, но мне часто, когда звонят, я прям сбрасываю звонок и пишу. Пишите текст, диктуйте голосовые. Объясняю, почему. Мы поговорили с вами, обсудили ваш заказ, обсудили бюджет, какой цвет, какой размер пальцев, все остальное. Во-первых, я забыл половину сразу, потому что у меня голова забита. Во-вторых, как показывает практика, проходит какое-то время, месяц, два, три, полгода, и это нормально совершенно для людей. Мы оба помним этот разговор совершенно по-разному. Вот совсем по-разному вообще. Причем очень часто покупатели помнят цены ниже на порядок, чем я им говорил. И убедить, что я говорил цены другие какие-то. Ну, невозможно, потому что я же не веду записи разговоров. Поэтому, а смотрите, переписка, голосовые, ты пролистал, перечитал. Ага, так, вот мы о чем договорились. Отлично. Голосовые прослушать можно, да, всегда. Вот поэтому я против звонков. Так, дальше иду по шпаргалке. По поводу формулировки какой-то конкретной, что вам нужно, говорил, да, не обязательно. То есть, скажите хотя бы, что мне нравится, непеременно, какой у вас бюджет. По поводу бюджета тоже бывают иногда проблемы, хотя сейчас уже практически никто не скрывает его. Иногда некоторые стесняются сказать бюджет. Почему? Потому что думают, что если человек скажет, что 5 тысяч у него, я обязательно куплю камень долларов там за 15, а продам ему за 5 тысяч, да. Нет, это же все можно сравнить, посмотреть, почем продают другие. У меня цены всегда процентов на 30 примерно ниже, чем у других игроков рынка. И это все можно сравнивать элементарно. Кстати, как правильно сравнивать? Смотрите, если вы берете какой-то камень и пишете кому-то, кто тоже является таким, как я, торговцем, да, бренд какой-то, производителем, торговцем, перепродавцом, неважно, и говорите, смотрите, мне вот такой рубин предлагают, допустим, за 100 тысяч долларов. Человек попытается вас увезти. То есть ему нужно что? Во-первых, рассказать вам, что этот рубин плохой. Во-вторых, рассказать, что у него есть больше, дешевле и другой. И потом постараться, ну, естественно, у него нету дешевле, потому что, вы, наверное, обратили внимание, немногие люди ездят к океанодобычу покупать с первых рук, хотя об этом говорят все. Но ни фото, ни видео поездок у них нету, да. Вот, то есть, как правильно узнавать цены? Вы берете камень, который вам понравился у меня, пишете другим игрокам и говорите, что смотрите, я хочу у вас приобрести вот подобный камень, чтобы он был такой же каратности, такого же цвета, гретый, не гретый, это тоже важно, на цену влияет. Тогда вы узнаете реальную стоимость, поймете, что я не смогу купить за 15 долларов, продать вам по суперзавышенной цене, что она у меня всегда вот настолько примерно ниже, чем у всех. Ну, про магазины, про бренды мы вообще не говорим, там в десятки раз разница, да. Так, про бюджет поговорили, предоплата. Почему я ее беру? Можно ли без предоплаты? Смотрите, ребята, у меня в день от 5 до иногда 15 заказов с предоплатой. И еще от, наверное, 3 до 20 людей мне пишут и говорят, слушай, мне нужно вот это, вот это, вот это, предоплату я скидывать не готов, потому что мы незнакомы. Но если тебе вдруг такой попадется, сними, покажи мне, а я тебе тогда скину деньги. Не получится так. Точно, почему? Потому что, во-первых, я очень давно, там, лет 12 назад, значит, по неопытности брал такие заказы, там, записывал их себе в книжечку, ездил, значит, снимал, там. А вы представляете, что такое найти камень? Это иногда тебе нужно перелопатить полстраны. Там куча знакомых, 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 куда-то пробраться, договориться, получить разрешение, проникнуть на добычу, да, это довольно сложно. И, ну, то есть, это сложно и дорого, потому что мое время тоже стоит недешево. И я находил, там, героически сквозь джунгли где-то продирался, находил этот камень, снимал видео, скидывал человеку. Он или вообще не отвечал, или отвечал, что да, спасибо, я понял цену, если соберусь покупать, тебе напишу. Что-то типа такого. То есть, предоплата это что? Это штука, которая говорит о том, что вы серьезно настроены. Правильно? Правильно. Собственно, для этого она нужна. По поводу предоплаты. Во-первых, она возвратная. То есть, смотрите, я нахожусь в поиске. Поиск занимает длительное и непредсказуемое часто время. Бывает, что в тот же день находится что-то, а бывает до года. Есть такие заказы, которые я ищу год, и были даже, что я искал год и не нашел вообще. То есть, поэтому тут не быстро все совершенно. Но опять же, смотрите, это индивидуальный подбор. В чем плюс магазина? Приходишь, там лежит 2-3 камня, или там 10 камней, ты выбрал самый лучший из них, сейчас получил, пошел. В чем у меня плюс? Во-первых, дешевле, чем в магазине. Во-вторых, качество совсем другое. Вы, наверное, обращали внимание, что камни моего уровня в магазинах не продают. Почему? Потому что я отбираю из тысячи или из нескольких тысяч. То есть, качество совсем другое вообще. Предоплата возвратная. Что имеется в виду? Пока я в поиске, вы глюбую минуту, можете написать, слушай, у меня я передумал, там у меня изменились обстоятельства, отменяем все поиски, верни мне деньги, я всегда возвращаю. Бывают другие ситуации, неприятные. Вот хочу про них тоже поговорить отдельно. Человек мне скинул предоплату, я потратил несколько месяцев на поиски, нашел камень, он пишет, все, нравится, забирай. Я его выкупил. И дальше, или из-за ковида все очень медленно идет, да, или вот такое бывает тоже, что мне пишут, слушай, это был подарок для жены, а я с женой поругался. Вчера, и мы разводимся, и уже ничего не надо, все. Бывает история, что жена забеременела, и мы передумали, нам теперь деньги нужны на другое. Ну, а я-то все сделаю. Ребят, я для вас купил конкретно по вашему вкусу, под ваш размер, под ваш цвет камень, и, ну, все, он уже ваш. То есть, тут есть два варианта. Или мы делаем изделие, вы его все-таки покупаете, или второй вариант, что вы от него отказываетесь, я предоплату вам не возвращаю, я этот камень выставляю на продажу, и со временем он продается. Это, может быть, опять же, в тот же день сегодня такое бывает, а может быть через год, ну, как пойдет. Тут все зависит от того, насколько у вас специфические вкусы, да. Не знаю, там, если это какое-то там черное сердечко, которое не всем нравится, но он будет очень долго продаваться. Кстати, тоже такой совет, как это, от мужчины и мужчинам, да. Очень часто мужчины начинают думать о колечке, когда уже с женой все очень плохо, уже там по какой-то стадии предварительного, там, перед разводом уже, все рушится, отношения рушатся. То есть, это о чем говорит? Ну, и, как правило, пока я ищу, уже все разрушилось совсем. Мне даже когда-то писали, что ты искал камень долго, именно поэтому мы развелись. А, ребята, покупайте жене подарки до того, как у вас все стало плохо. Заранее, регулярно, им это нравится, и это сильно, сильно все меняет. Так, понятно. У меня, кстати, была история, что там нашли камень, выкупай, выкупил. Так, рисуем эскиз, делаем кольцо. Ой, нет, поругались с женой, не делаем. Через три дня помирились, делаем. Через еще два дня, нет, поругались, не делаем. Я там, блин, да вы уже поделитесь там, да. Вот, по крайней мере, смотрите, если женой все плохо, можно любовнице подарить, можно сестре, можно будущей девушке какой-нибудь. А может и парню, у кого как там сложится в будущем. То есть, предоплату можно вернуть без проблем, в полном размере. Это я гарантирую лично. Далее, смотрите по поводу доверия. Как правило, взрослые люди решают, доверяют они мне, например, или кому-то, у кого вы что-то заказываете, до того, как что-то заказать. У меня было тоже пару раз такие истории, что скинули предоплату, заказали, я уже камень выкупил, потом такие, Константин, а вы же можете нам его подменить? Господи, мы же сразу об этом не подумали. Вот думайте обо всем этом заранее. Мне менять смысл нет никакого. Я хочу много-много клиентов, еще больше, чем у меня сейчас, да, и чтобы все были довольны и счастливы, и всем все нравится. Мне нравится процесс творческий. Так, еще важная штука про договор. Часто спрашивают, скиньте договор какой-то, да, смотрите, мы работаем по всему миру, и, насколько я понимаю, практически во всех странах мира договор заключается каким образом? Во-первых, он должен быть заверен у нотариуса, да, то есть это нам надо с вами где-то встретиться, как правило, это невозможно. Второй момент, он считается, то есть, во-первых, он должен быть заверен у нотариуса, то есть, чтобы он считался настоящим, действующим, да, юридически опровленным. А во-вторых, в России он должен быть на русском, в Таиланде, а у меня компания тайская, вы это знаете, он должен быть на тайском. Тайцы никогда нотариус не подпишет договор на английском или на русском языке. Это невозможно. Как и в России, нотариус не подпишет, не заверит договор на тайском или на английском. То есть, должен быть заверенный перевод. На это уходят, как правило, месяцы. Мы пытались как-то в самом начале карьеры работать с договорами. Это закончилось, знаете, чем? Ничем. Потому что, мне человек написал, скиньте ваш, я скинул наш. Он отдал. Наш, естественно, он заточен под тайское законодательство, оно очень сильно отличается от российского. Он отдал своему юристу в России. Юрист упал в обморок, полностью его переписал. Мы отдали своему юристу. Наш юрист упал в обморок, опять полностью переписал. И так, когда мы уже, наверное, месяца 3-4 потратили на то, чтобы попытаться договор, чтобы соответствовал законодательством двух стран, его так сделать, мы поняли, что проще без него. Плюнули, как бы, и мы вот так работаем. То есть, здесь, на доверии, повторяюсь, точно так же, когда я вам отправляю кольцо-камень, получив от вас, там, 10 или 20 процентов стоимости, да, ну, я так же рискую, как и вы рискуете. И поэтому, ну, об этом готовы ли вы рисковать, доверяли ли вы мне, надо об этом думать до того, как мы с вами весь процесс начали. У меня недавно, прям, какой-то программистик, парень, молоденький, там, что-то годика, ему 22, наверное, ну, ведь, молодец, заработал денег. Купил такой огненный гранат, очень крутой, яркий, а потом, видимо, ну, как правило, люди начинают друзьям рассказать, друзья говорят, лох, тебя же стопудово кинут, да, и он говорит, Константин, я понял, вы делаете сертификат, потом вы камень вынимаете, туда вставляете синтетику, и мне присылаетесь с синтетикой, и сертификат от натурального камня, вот ваш, как бы, стиль, ну, тут тоже, почему об этом ты не подумал заранее? Как это все проверить? А вдруг я правда так делаю? Сейчас дальше об этом поговорим, это важный вопрос тоже. Так, еще про предоплату. Почему беру, понятно, про то, что она возвратная, понятно. как скинуть? Любые способы вообще, вообще любые, Western Union, PayPal, международный перевод, рубли, доллары, евро, что угодно, налички отдать, встретиться где-то в Москве, в Питере, у меня есть сотрудники, друзья, товарищи, кто угодно, вообще все работает, биткоины принимаем, все нормально, разобрались в биткоинах, принимаем, все хорошо. То есть, любой удобный вам вариант, годится, любой. Я могу вам выставить счет, да, от компании, началось на лицо, что вот такая-то компания, такому-то, предлагает перевести туда-то, такую-то сумму, в форме предоплаты, за такой-то камень, то есть, без проблем, если вас это как-то успокоит, что вы не переживали, я всегда иду навстречу, вообще, смотрите, я всегда стараюсь делать так, чтобы людям было спокойно, да, если человек говорит, что, ну, я вот так вот побаиваюсь, а так вот нормально, ну, давайте сделаем так. Если у вас есть какой-то договор, который уже у вас, может быть, вы по нему уже покупали что-то, он соответствует, как бы, законодательству обеих стран, и вы готовы прилететь со мной, у нотариуса подписаться, я вот в Черногории сейчас, я только за, я за безопасность вообще. Так, со способом предоплаты понятно. Далее, начинается подбор камня, подбор камня, это длительный творческий процесс, который связан с перемещениями по планете Земля, может занимать от месяца до года, я говорил об этом, бывает, что один день, но это редко, я бы не стал на это рассчитывать, плюс, ребята, у нас сейчас в работе сотни заказов, сотни, то есть, поэтому, если мне сейчас пишут, привет, у меня там, день рождения в октябре, или свадьба в ноябре, давай быстренько что-то сделаем, я не берусь, но тут, как бы, ничего не сделаешь, я единственное, могу опять же подсказать, если вот у вас какое-то мероприятие, через месяц, и вы хотите, именно от Синерджемс, от меня, с моим качеством, и отношением, с подходом с моим, сделать подарок, я обычно что делаю, я дарю цветочки, говорю, смотри, вот те цветочки, а подарок будет, там, после Нового года, ну, как правило, все довольны, то есть, ничего страшного, все знают, что если вещь под заказ, то ее надо ждать, так далее, про сертификаты, как правило, мы стараемся делать, первый шаг, это месячковый сертификат, если это, Таиланд, Чантабури, черные звездочные сапфиры, там, полихромные сапфиры, да, если это, Шри-Ланка, я сначала, беру камень, как бы, я понимаю, что он натуральный, что с ним все хорошо, я это влияю на глаз очень часто, ну, практически всегда, но, мое слово для вас не должно ничего значить, да, поэтому, я даю какой-то, в какую-то местечковую лабораторию, которой я доверяю, я в нее уже сдавал много раз, и, то, что пишут там, потом, когда я сдаю в МГУ, там пишут то же самое, вот, поэтому я доверяю, то есть, она проверена уже сотни-сотни сертификатов, или там, ГРС, неважно, лабораторий в мире очень много, есть иногда покупатели, у которых есть вкусы разные, то есть, кто-то говорит, я доверяю только ГРС, МГУ вообще фигня, нет проблем, сделаем ГРС, или кто-то говорит, хочу только МГУ, окей, то есть, я делал сначала местечковые лаборатории, на предмет чего, натуральный-ненатуральный, гретый-негретый, да, там, допустим, гранат это, или шпинель, сделали, далее, я стараюсь делать какой-то повторный, если у вас есть какие-то пожелания, вы говорите, что я хочу, чтобы сертификат был еще вот, из той лаборатории, если это дорогая лаборатория, у меня заложена в стоимость, у меня не такие большие наценки, да, стоимость заложена, ну, там, 20-60 долларов, вот я могу себе позволить, сделать для вас, потратить эту сумму на сертификаты, если вы хотите Губелин, где, например, может стоить 1000 долларов сертификат, да, или вы хотите, ГРС, где может стоить 300-2000 долларов сертификат, это уже обсуждать надо, и, скорее всего, вы будете это пачивать сами, но я сделаю, то есть, я не против категорически, потом, когда Камень уже выехал из Шри-Ланки, например, куда-то в Россию, или в Таиланд, в мой офис, там мы уже делаем повторные сертификаты, в какой-то лаборатории покруче, посерьезнее. Следующий момент, как быть со странами, и, естественно, вы получаете все сертификатами, да, как быть со странами, где лаборатории нету, там под мою ответственность, финансовую, именно, да, ответственность мою, мы, я покупаю ваш камень, я с продавцом договариваюсь, что я, смотри, я сейчас его отправляю в Бангкок, или в Москву, там мы сдаем лабораторию, если он не такой, как ты мне сказал, то мы все отыгрываем обратно. И смотрите, на этом этапе, если вдруг кто-то меня кидает, то, конечно же, вы финансово ничего не теряете, то есть, я все потери возмещаю вам полностью, если вы мне отдали предоплату какую-то, и мы на нее купили камень, я еще добавил своих, то потеря только моя. У меня таких историй, кстати, не было, но на всякий случай, да, то есть, это я отвечаю на наиболее часто задаваемые вопросы. Дальше, по поводу сертификатов, вы уже получили на руки изделие или камень, вы получили один или два сертификата, это все обсуждалось, какие конкретно вы хотите, и, например, вот та самая история, что смотрите, мы уже сделали сертификаты, потом я штырьки эти разжал, камень достал, продал в другое место куда-то, а вам поставил синтетчику, да, как это проверить? Очень просто, я только за, если вы, получив кольцо, не сразу мне дадите деньги, а вы пойдете в МГУ, его повторно сдадите, или, неважно, если вы в Нью-Йорке, в Лондоне, там другие лаборатории, и мы дождемся, третий или второй, это будет сертификат, который подтвердит, что да, действительно, вот в первом, во втором и в третьем, все одно и то же написано, все хорошо, только тогда вы отдаете деньги, тут у меня есть неприятный опыт, когда люди, вместо того, чтобы пойти в лабораторию, они показывали друзьям, и мне потом писали, слушай, друг сказал, что это не может быть натуральным, я говорю, а кто друг по образованию, программист, блин, ну какие-то мне вопросы, у меня нет комментариев на эту тему, то есть, смотрите, мое мнение, личное, частное, о том, что да, это камень натуральный, отвечаю, да, не учитывается, также не учитывается, ничего частного мнения, кроме сертификата из лаборатории, пойти показать ювелиру, это знаете, как игра в рулетку, ювелир, это человек, который умеет, там, работать с металлами цветными, да, его не учили гемологии, если вы показали какому-то гемологу и на словах мне что-то передали, то же самое не котируется, я тоже так же могу на словах, то есть, получается, у нас ничем не подтвержденные слова его против сертификата моего, поэтому вот только два сертификата, но, опять же, у меня, я не припомню истории, чтобы у нас там как-то были какие-то расхождения, то есть, я, конечно, не могу себя хвалить, но я к этому отношусь серьезно, и таких историй, ну, может быть, в самом начале, я помню, было, что мы подумали, а мы тогда еще не делали всем сертификаты, мы тогда работали, я так уже давно не работаю, я подумал, что это циркон желтый, а это был желтый гранат, ну, вот, что-то такая у нас история была, но это больше 10 лет назад, сейчас не вспомню уже, так, далее, если все-таки вдруг, вот, вдруг, да, такое случилось, что я вам прислал, вы получили от меня кольцо с камнем, с сертификатами, вы пошли и сдали в другой, в другую лабораторию, или вы сдали в МГУ повторно, а там синтетика, или там, залитые стеклом, или еще что-то не такое, все, отыгрываем обратно, деньги все возвращаю, но у меня такого не было, я знаю, что не будет, но я просто отвечаю на незаданные вопросы, да, то есть, это моя финансовая ответственность, и моя репутация, так, давайте про включение, включение, есть во всех камнях, а если, вот, камень у нас, да, если включение, его с одного края до другого, все рассекает, и выходит на поверхность, его, когда так смотришь, видно прям, да, его можно ногтем за него зацепиться, это трещина, это значит, камень треснутый на две части, и он может развалиться вообще без причины, его в кольцо закрепили, он там под напряжением, он так однажды раз, и лопнул, я такие камни не покупаю, а все, что вот внутри, какие-то полосочки, да, там, какие-то кристаллики, что-то похожее на пузырики, какие-то мутные облачка, это включение, они там обязательно должны быть, камней без включения не существует, они просто бывают настолько маленькие, что их не видно, вот, ну, например, вот в шпинели и в гранатах часто включение, которые не вооруженным базам не видно, но они обязательно 100% есть, бывают камни, где прям супер много включений, и они делают ярче, это, например, турмалин параиба, который стоит сотни тысяч долларов, да, это, вот смотрите картинку, да, турмалины параиба, это, например, вот те самые оранжевые гранаты, великолепные, такие яркие, солнечные, которые у Масаев, я нашел в Танзании, то же самое, там включениями забито вообще все, но это нормально, и это принимается, то есть, как бы, это не, он не расколот на две части, это не трещина, включение трещины, это разные вещи, далее, следующий момент, у каждого камня есть ножка, то есть, такая штука, да, внизу, шип, так называемый, если камень какой-то редкий, дорогой, рубин, сапфир, допустим, параиба, то же самое, да, их очень часто гранят, вот был такой окатуш кривой, и получилось так, что на ножке будет какая-то выемка, или ножка будет не очень ровная, она будет несимметричная, под наклоном, в какую-то сторону уходить, это считается нормально и допустимо, то есть, главное, чтобы когда-то сверху, то есть, оно же будет в кольце, этого видно не будет, да, главное, чтобы когда-то сверху смотришь, он был яркий, очень часто, чтобы сделать все симметрично, нужно срезать настолько много камня самого, что он перестанет быть ярким, вот, собственно, тоже такой важный момент, потому что у меня были истории, когда с ним смотрели камень, там была вот эта выемка, и там, господи, все пропало, нет, это нормально совершенно, очень много камней, особенно, которые выше среднего стоят, они идут с какими-то изъянами снизу, где этого не видно, вот, так, далее, про то, что в сертификатах не указывают часто включения, не принято так, то есть, считается априори, что они есть, их часто много, но вот их количество не указывают, в большинстве мировых лабораторий, частоту тоже в большинстве мировых лабораторий, на цветные камни не указывают, в бриллиантах указывают, но вот это две разных системы, да, по поводу цен, много раз об этом говорил, напоминаю, что я работаю только исключительно с местами добычи, вы видели видео об этом, что я добираюсь всегда до первого звена, покупаю конкретно там, поэтому мои цены, ну, в разы ниже, чем в бутиках каких-то веерных, там, всяких граф, в Тиффани и все такое, да, и, ну, процентов на 30, а то и 50, ниже, чем во многих магазинах, именно ювелирных, не брендовых, вот другие, похожие на меня, игроки рынка, да, ходили, сравнивая цены уже покупателей очень много, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Парижах во всяких, в Москве и т.д. и т.п., ну, как правило, они отличаются на 30%, бывает, что и больше, вот посмотрите, такие вам пару примеров, вот вам параиба великолепная, да, 32 карата, она весит 210 тысяч долларов, запрашивали мы в Москве, в Лондоне, в Нью-Йорке, подобное стоит 550-650 тысяч долларов, то есть, видите, в три раза почти отличается, да, почему, потому что они покупали у перекупщиков, у длинной цепочки, я покупаю напрямую с первых рук, вот, пожалуйста, вам второй пример, великолепная, моя любимая сумеречная грозовая шпинель, вот, именно такой камень я продал, что-то в районе 8900, 8900 долларов, в этот же момент, это был год назад, в августе, мы специально проводили, писали, то есть, пишутся запросы, привет, я хочу такой камень, почему вы его найдете, они отвечают, да, если писать, что мне предлагают такой, ответа вы четко не получите, уже об этом говорим, начнут говорить, ну, это вроде дорого, у нас есть другой, он другого цвета и другого размера, но он тоже хороший, то есть, четко задавали вопросы, вот, 8900 в Москве, такой мне предложили за 16000, вот, то есть, не все камни в два раза отличаются у меня, но разница есть, да, плюс, конечно же, эксклюзив, которого нигде нету, сравнить не с чем, там уже, ну, цена тут идет, как на произведение искусства, какие-то картины, здесь уже я сам его оцениваю, так, далее, больная тема, сроки, смотрите, ребята, во-первых, работа очень творческая, да, то есть, это нужно ездить, смотреть, 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 просматривать, просматривать, и, к сожалению, нету такого, что вот у меня, какой-то магазин, я захожу туда, там полка такая, там, допустим, полка, только матовая розовая махенги, 5 карат, от 5 до 10 карат, а тут полка, там только танзаниты, кругленькие, синяя с фиолетовым, топовый цвет, да, к сожалению, такого нету, иногда бывает, что я приезжаю на добычу, сразу нахожу, по всему списку, закрываю почти все, а бывает, что месяцами мы это ищем, и это непредсказуемо, потому что вот сегодня нашли один камень, потом неделю ничего не находили, потом нашли там 100 камней сразу, да, и вот как бы процесс творческий, мне именно этим он и нравится, поэтому все медленно, плюс сейчас из-за ковида медленно работают лаборатории, очень медленно работает таможня, таможня, например, в России может забрать камень до 3 месяцев, 90 дней, это прям по закону, медленно работает доставка, мне иногда пишут, что, а вот я там заказал, и мне его доставили через 4 дня, значит, он уже был в Москве, по московской цене его заказали, естественно, да, или он уже был в наличии, в Бангкоке есть такая башня GTC, там продает камни такого 2-го и 3-го сорта, и по высоким довольно ценам, практически московским, да, ну вот, скорее всего, вы оттуда заказывали, там, да, быстренько передали, готово, у меня не так, то есть, я ищу вот все вручную, сам, своими глазами, отбираю лучшее качество, и смотрите, у меня получается, что за первые полгода мы взяли тысячу заказов, да, в этом году, в этом году, несмотря на кризис, пандемию, и все остальное, но получается, что это востребовано, что людям это нравится, что именно такой индивидуальный подход, люди готовы ждать, поэтому давайте зафиксируем сроки от месяца до полугода, надо ждать, опять же, а где там, где вы делаете что-то на заказ, не надо ждать, вот я даже ботинки себе заказывал, костюмы, мотоцикл я себе хрелей на заказ делал, да, но вот мотоцикл в 2 года у меня процесс весь занял, потому что все детали я делаю разных людей на заказ, ну, то есть, если нужно быстро, можно пойти в магазин, если нужно неповторимо и вот эксклюзивчик, то придется ждать, тут ничего не сделаешь, к сожалению, очень часто люди, я понимаю, что ждать не втерпешь, да, поэтому начинают писать, кто-то каждый недель, а кто-то каждый день, кто-то несколько раз в день, привет, новости есть? Нету, а сейчас есть, а сейчас есть, а сейчас есть, ребята, потому что вы пишите, но оно быстрее никак не пойдет, смотрите, вы должны понимать главный момент, я взял от вас, допустим, 1000 долларов и доложил своих 8000, да, чтобы вам за 10 продать камень, вот, это плюс еще ваши 1000, да, 9 у него себе стоимость, и я человек, который больше всех на свете, вот, во всей этой схеме, больше всех заинтересован, как можно быстрее сделать кольцо, доставить, получить деньги, закусить их дальше, потому что у меня подвисает сотни тысяч долларов, там, не знаю, у меня сейчас, наверное, в камнях, ну, 1600-1700, я думаю, где-то так, поэтому я самое заинтересованное лицо, чтобы сделать все быстро, но это, опять же, творческий, индивидуальный подход, тут быстро не бывает вообще никак, далее, камень нашли, выкупили, делаем модель, что с моделью, тоже, я дизайн стараюсь весь придумывать полностью сам, если у вас уже нет какого-то предложения, как это выглядит как правило, да, человек говорит, я не умею рисовать, я вообще ничего там не понимаю, вам не нужно, вам не нужно, мы все это умеем делать, вы можете скинуть просто, что понравилось, вот, мне нравится примерно вот такое и такое, можете найти это в наших видосах, можете найти в нашем инстаграме картинок, мы очень много выкладываем, инстаграм наш внизу здесь, да, можете просто загуглить, допустим, там, мужское кольцо или женские серьги, и вот вам понравилось вот это, вот это, вот это, скиньте, я понимаю, ага, стиль примерно понятен, вот, какой у вас вкус. Все, дальше это уже моя работа. Я придумываю дизайн. И у меня есть 10 модельщиков, сейчас на данный момент их 10, которые делают уже 3D-модели, да. Но очередь огромная, повторяюсь, у нас сотни заказов в работе, сотни. Поэтому вот эти вот 10 модельщиков, они не рисуют, там, знаете, вот так, как горячие пирожки, там, раз-раз-раз готово. Это творческий процесс, они советуют сначала несколько раз со мной, потом я скидываю вам. Вы можете сказать, что, слушай, вот нижняя часть мне нравится, а вот здесь по бокам, давай вот так вот тут повернем, здесь делаем ниже, здесь шире. Мы переделываем все. Это, естественно, не значит, что мы бросили все заказы и вот ваше переделание. Нет, оно становится, конечно же, в очередь. Все ждут всех. То есть, процесс опять же творческий. У меня какой-то модельщик бывает, что нарисовал за полдня два, а потом два дня рисовал одно. Ну вот у него вдохновение там пришло, что-то не идет, он хочет по-другому, он видит это по-другому. Бывает, что я это вижу по-другому, бывает, что вы видите. Поэтому это все медленно. И опять же, тут быстро, ну, я, например, не знаю, попробуйте обратитесь в какой-нибудь бренд, там, не знаю, граф Тиффани, еще куда-то и скажите, ребят, мне нужно качественно и быстро, вот там, за неделю сделать. Ну, это займет огромное количество времени. Я знаю, что во-первых, они могут вообще не взять творческий какой-то заказ индивидуальный. Во-вторых, полгода, год может это занять, потому что таких, как вы, есть определенное количество. Не сказать, что прям много, но есть ценители, любители индивидуальности, красоты. То есть, 3D-модели, они редактируются, переделываются бесконечное количество раз, пока нам всем не понравится. Вот что, и вам понравилось, и мне понравилось, все, тогда мы отдаем в работу. Сколько стоит? Часто пишут, сколько стоит золотое кольцо? Вот такое. Скидывают фотку из магазинного кольца. Давайте я вам объясню немножко процесс, да. Смотрите. Как это выглядит? Мы делаем 3D-модель на компьютере, потом она печатается на принтере. То есть, печатается в натуральную величину из специального пластика. Кольцо. Оно погружается в специальный такой полимер или тугопавка резина. Нагревается, кольцо оттуда вытекает, вот это пластиковое, да. Резина в форме кольца, внутри пустота в форме кольца в резине тугопавкой остается. И вот туда уже можно отливать. А как это выглядит? То есть, металл, да, отливать? Как это выглядит в промышленном? Вот то, что с магазинами скидывают. Почему там дешевле? Бывают раза два-три дешевле, чем у меня. Объясняю. Смотрите, они один раз потратили деньги на модель, один раз потратили деньги на 3D-принтер, и один раз потратили деньги на вот эту тугопавку резину. В нее потом можно делать до тысячи отливок. И все, они начали отливать. Получается, что стоимость модели резинки и 3D-принтера, они делят на тысячу штук. Естественно, получается, конечно же, дешевле, чем у меня, потому что мы это делаем все в единственном экземпляре. Получается, у нас модельщики, модельщикам я плачу, в зависимости от сложности, 50-100 долларов, да. Бывают еще дороже, какие-то особенные на заказ прям. 3D-принтер 40 до 100 долларов, от 40 до 100 долларов, да. И резинка, ну, в среднем 80 долларов стоит. Вот эта тугопавка резинка, да. То есть, это все у нас закладывается в бюджет каждого изделия, потому что мы никогда не повторяемся. Камни все разные, серийного производства у нас нету. И мне это нравится, да. Я планирую запустить серийную линейку, но не знаю, когда это произойдет. Вот эти вот радужные сапиры, разноцветные колечики, они однотипные, в принципе. Можно попробовать там разного размера их сделать. Там 5 самых этовых размеров, да. Поэтому, если вы хотите как можно дешевле, вот как в магазине, покупайте в магазине. У меня дешевле, чем в магазине, не будет никак, потому что там серийное производство. Соответственно, там стоит или синтетика, или камни третьего сорта, которые не жалко срезать, чтобы они были все одного размера, да, калиброванные, так называемые. У меня подход совсем другой, вы, наверное, по моим видео это наблюдаете. Так, что еще мы не обсудили? Нарисовали, согласовали, все. Отдаю в работу. Опять же, если я вам написал, что я отдал в работу вчера, это не значит, что оно будет готово сегодня. У нас очередь, сотни заказов. Найти, вот, отобрать ювелиров, которые работники, да, у меня работают. Лучших из лучших 30 человек, невозможно, к сожалению. Их вот талантливых, крутых, хороших, которые чувствуют геометрию, все это понимают, что нужно. Их реальные единицы, ну, в России, в мире вообще, поэтому вот как бы их мало. Я много раз пытался расширить производство, там, в три раза, в пять раз. Талантливых людей найти в таком количестве, в серийном, да, невозможно. А если набирать неталантливых, да, которые не чувствуют все это, вот, они не тащатся от этого, что произойдет? Упадет качество. Поэтому, опять же, медленно вот закладывайте, ну, давайте в среднем полгода примерно это все занимает. И, пожалуйста, давайте не нервничать, не ругаться, потому что многие ждут-жут, потом начинают каждый день спрашивать, потом начинают злиться, потом вроде мы поговорили, все выяснилось. Честно, на это уходит очень много времени. Я никогда не пропадал никуда, с предоплаты в Уганду избегать не буду. Мне это интересно, мне это нравится. Я получаю удовольствие от процесса, но он длительный, потому что все индивидуально. Так, вроде все мы обсудили, да? То есть, все, кольцо готово, пришел к вам с сертификатами, мы используем самые лучшие, серьезные службы доставки. Если есть возможность отдать где-то лично, личные встречи, отдаем при личной встрече. Никогда у нас ничего не пропадало. Сертификаты вы проверили, по QR-кодам зашли на сайт, посмотрели, пошли сделали свои, но не спросили у соседа или у соседского ювелира. Все всем довольны, все, тогда переводим деньги. То есть, вот, собственно, наверное, все объяснил, да? Если я не все объяснил, напишите вопросы, я запишу вторую часть. Пока.